Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Измени свою жизнь». Мои дорогие, у меня очень много поступило вопросов на одну и ту же тему. Буду ли я в таком режиме самоизоляции изменять что-то в своем рационе, бросать, изменять, заменять и так далее. Мои дорогие подписчики и гости моего канала, я очень надеюсь, что в ваших городах не будет вводиться режим самоизоляции, и вы пройдете этот период легко и просто. И я сейчас буду делиться своим опытом именно вот в таких как бы маленько в экстремальных условиях, потому что я нахожусь дома и придерживаюсь кето-питания, интервального голодания. И моя главная цель на сегодня – это удержать вес. Вот сейчас я тебе дала такую установку и объясняю, почему я так для тебя решила. Конечно, мои дорогие, моя итоговая цель – 60 килограммов. Я от этого не отказываюсь. Я буду идти к этой цели. Но на сегодня в условиях такого, знаете, ну, малоподвижный образ жизни. Я хожу по дому, делаю какие-то домашние дела, там, упражнения легкие, да. Но все равно этого мало. То, что я хожу на улице ходила, это гораздо, конечно, эффективнее. Поэтому, мои дорогие, сейчас в вот таких условиях самоизоляции я буду вам рассказывать, как у меня продвигается моя система похудения, что изменяется, стоит, если идет или снижается, не дай Бог, прибавляется. Обо всем об этом я буду вам рассказывать. И буду рассказывать вам, как я борюсь с этим, что я делаю для того, чтобы все-таки вот сейчас, говорю, на первом месте у меня стоит удержать свой достигнутый вес. Потому что движений мало, дома находимся, и все может быть. Но, мои дорогие, хочу ответить на многие вопросы на одну и ту же тему. Собираюсь ли я бросать кетопитание интервальное? Нет, мои дорогие, я даже об этом не думала, у меня все устраивает. Кетопитание интервальное я бросать не буду, это мой образ жизни. В моем режиме ничего не изменилось, свою КБЖУ я не пересчитывала. Также питаюсь два раза в день, все хватает, все устраивает. Поэтому менять свой режим питания я не собираюсь, все остается по-прежнему. Но вот какие изменения, что я для этого делаю, я буду вам рассказывать. Я очень надеюсь, что вам этот режим самоизоляции не будет, не пригодится. Я очень надеюсь, что мы пройдем это все достойно. Будем, как говорится, выполнять условия карантина. Пожалуйста, сидите дома. Будем общаться, читать книги, будем смотреть хорошие фильмы и так далее. Но вот в этих условиях я буду рассказывать, что у меня будет происходить с моим весом. Изменять свой режим я не буду, колораж я свой изменять не буду. Единственное, я хочу добавить, хотя бы вот ходьбу по дому, увеличить шаги и считать. Возможно, вот у меня многие девчонки пишут, что вот я приседаю четыре раза в день по десять приседаний. Они пишут, что можно пятьдесят. Ну, я не знаю, осиливаю сразу пятьдесят или нет, но попробовать, конечно, можно. Мои дорогие, пишите свои рекомендации, пишите свои комментарии. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли что-то мне изменить? Ну, в рационе я, конечно, менять ничего не буду. Возможно, вы дадите совет по каким-то нагрузкам физическим, которые хорошо помогают в таком, как бы, маленько в замкнутом пространстве. Я надеюсь, это будет для нас, для всех полезно. Хотя я говорю, я очень надеюсь, что мы пройдем этот сложный путь легко и просто. Все нормализуется, мои дорогие. Все будет обязательно. Все будет хорошо, мои дорогие. Я всем вам желаю, желаю вам здоровья, вам, вашим близким, вашим друзьям, всему вашему окружению. Пишите, задавайте вопросы. Я отвечаю всем всегда, даже с опозданием. Но все свои изменения я буду вам рассказывать. Вот на сегодня, честно говоря, у меня день был такой не совсем активный, но просто вот жестко с завтрашнего дня я берусь за себя, потому что, ну, хочется как-то более активно находиться дома, чтобы, не дай бог, вес не пошел вверх. На сегодня у меня главная задача удержать достигнутый вес. Если он будет уходить, это будет, конечно, прекрасно. Но все-таки главное сейчас вот не набрать. Хотя я свой колораж соблюдаю и четко все считаю, пока все хорошо идет, все ровненько. Мои дорогие, мне будет очень интересно ваши рекомендации, ваши комментарии. Пишите, давайте советы, и будем делиться ими. Надеюсь, всем это нам будет очень полезно. Мои дорогие подписчики, гости моего канала, если кто не подписан, не забудьте подписаться. И, конечно, не пожалейте поставить лайк. А пока, пока-пока.